Беседа на слова пророка Исаии Беседа первая Похвала тем, которые пришли в церковь, о благочине при словословиях и на слова пророка Исаии, видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Вижу, что вы с великим усердием стараетесь прилагать к делу, сказанное вам прежде. Потому я без лености бросаю семена учения, питаясь от того доброй надежды. Земледелец хотя бы с трудом бросал семена, когда видит землю плодоносную и жатву обильную, забывает о прежних трудах и ободряется к дальнейшему обрабатыванию и сохранению плодов ожидаемой пользою. Но сколько плодоноснее и полезнее того это земледелие, то, производя изобилие чувственных плодов, доставляет пищу келам. А это все словесные учения, умножая дары духа, собирает богатство душевное, пищу не истребляемую, не истливающую, не уничтожающуюся, не портящуюся от времени, но сохраняемую неизреченным промыслом и заключающую в себе духовное наслаждение. Это плод моих трудов. Это богатство, соблюдаемое для вашей любви. Видя его умножающимся в вас, я постоянно радуюсь, как не напрасно бросающие семена, как не без пользы понесшие труды, как сеющие на землю плодоносную, тучную, способную к принесению плодов. Из чего же я заключаю такой пользы? Откуда вижу, что слова мои прилагаются к делу? Из самого настоящего собрания, из того, что вы с усердием посещаете мать всех, церковь, из этого сеночного и непрерывного стояния, из того, что вы, подражая ликом ангельским, приносите непрестанное словословие создателю. О, дарования христовых! На небе словословят ангельские воинства, на земле люди. В церквах, составляя лики, подражают такому их словословию. На небе Серафимы взывают тресвятую песнь. На земле множество людей возносит ту же песнь. Составляется общее торжество небесных и земных существ. Одна благодарность, один восторг, одно радостное ликостояние. Оно устроено неизреченным снисхождением Господа, оно составлено Духом Святым. Гармония звуков его согласована благоволением Отца. Свыше оно имеет ритмичность членов и движимое троицею, как бы некоторым плектором, так называлось орудие из золота, серебра или слоновой кости, которым во время игры на струнном музыкальном инструменте игравший ударял по струнам. Производит усладительную и блаженную мелодию, ангельскую песнь, непрестанную гармонию. Вот следствие здешнего усердия, вот плод нашего собрания. Вот почему я радуюсь, видя такое благолепие. Радуюсь, видя радость в душах ваших. Радость духовную, веселье в Боге. Ничто так не делает нашу жизнь радостную, как веселье в церкви. В церкви сохраняется радость радующихся. В церкви утешение для унывающих. В церкви веселье для скорбящих. В церкви успокоение для изнуренных. В церкви отдохновение для утружденных. «Придите ко мне», — сказал Господь все, труждающиеся и обремененные, — «Я успокою вас». Что может быть вожделение этого воззвания? Что приятнее этого приглашения? На пир зовет тебя, зовущий тебя в церкви Господь, приглашает к отдохновению вместо трудов, возвращает к успокоению после скорбей, облегчая бремя грехов, врачуя унынием, наслаждением и печаль радостью. О, неизреченное попечение, небесное призвание! Поспешим же, возлюбленные, как показать ревностные усердия, так и с надлежащим благочинием и с должным расположением исполнять его. Об этом я хочу теперь сказать вам слово, по-видимому, тяжкое, но поистине не тяжкое и полезное. Так поступают и чудолюбивые отцы. Они предлагают детям не только то, что доставляет радость на краткое время, но и то, что причиняет скорбь. И внушает им не только то, что тотчас оказывает пользу, но и то, что кажется тяжким, но бывает спасительным по исполнению. И этому последнему научают с особенным усердием и настойчиво требуют от них соблюдения. Мы предлагаем такое слово для того, чтобы нам не трудиться здесь напрасно, чтобы, приняв на себя необходимость бдения, нам не подвязаться без рассудка. Чтобы звуки, рассеивающиеся в воздухе, не гласили более ко вреду, нежели в пользе. И купец, производя отдаленную торговлю, подвергаясь сильному течению ветров, размущению волн, не стал бы напрасно и без пользы переносить такие трудности. Но для того он и растекает моря, и решается на опасности, и переходит с места на место, и целой ночи проводит без сна, чтобы получить себе прибыль от своей торговли. А если бы этого не было, но вместо прибыли у него истращивался бы и капитал, то он не стал бы ни сходить со своего места, ни подвергать себя таким разнообразным опасностям. 381. «Зная это, будем приходить сюда с наслежащим благоговением, чтобы вместо отпущения грехов не умножить их и с тем не возвратиться домой. Чего мы желаем и требуем? Того, чтобы, вознося божественное песнопение, вы были проникнуты великим страхом и украшены благоговением, и таким образом возносили их. Из присутствующих здесь есть люди, которых, я думаю, не знает и ваша любовь, которые, не почитая Бога и считая изречения духа обыкновенными, издают нестройные звуки и ведут себя нисколько не лучше беснующихся, колеблясь и двигаясь всем телом и показывая нравы, чуждые духовному бдению. Жалкий и несчастный. Тебе должно с изумлением и трепетом возносить ангельское словословие, со страшом совершать исповедание перед Создателем и через это испрашивать прощения грехов. А ты переносишь сюда обычаи шутов и плесунов, безобразно протягивая руки, припрыгивая ногами и кривляясь всем телом. Как ты не боишься и не трепещешь, дерзко слушая такие изречения? Разве ты не знаешь, что здесь невидимо присутствует сам Господь, измеряя движение каждого, испытывая совесть? Разве ты не знаешь, что ангелу предстоит этой страшной трапезе и окружает ее со страхом? Но ты не разумеешь этого, потому что слышанное и виденное тобой на зрелищах помрачило твой ум. И совершаемое там ты вносишь в церковные обряды, обнаруживая бессмысленными криками беспорядочность своей души. Как же ты испросишь прощения своих грехов? Как преклонишь на милость Господа, принося моления столь небрежно? Ты говоришь, помилуй меня, Боже. А сам обнаружишь нрав, противный помилованию. Вызываешь, спаси меня. А сам принимаешь вид чуждой спасения. Помогут ли сколько-нибудь молитве руки, непрестанно поднимаясь вверх и движимая беспорядочно, и сильный крик, производимый напряженным дуновением воздуха, но не имеющий смысла? Не свойственны ли такие действия беспутным женщинам, встречающимся на перекрестках или кричащим на зрелищах? Как же ты осмеливаешься к ангельскому словословию примешивать бесовские шутки? Как ты не стыдишься того изречения, которое здесь произносишь? Работайте Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Псалом 2.11 Это ли значит работать со страхом, чтобы действовать необузданно и с напряжением, и самому не знать, о чем говоришь беспорядочными звуками голоса? Это знак презрения, а не страха, дерзости, а не смирения. Это свойственно более произносящим шутки, нежели словословящим. Что же значит работать Господу со страхом? Значит, исполняя всякую заповедь, совершать это со страхом и трепетом, возносить молитвы сокрушенным сердцем и смиренным умом. И не только работать со страхом, но и радоваться с трепетом, повелевая Дух Святой через пророка. Так как исполнение заповеди обыкновенно доставляет радость упражняющимися в добродетели, то и ей, говорит он, надобно предаваться со страхом и трепетом, чтобы нам, забывшись от бесстрашия, не погубить трудов и не оскорбить Бога. Но как возможно, скажешь, радоваться с трепетом? Эти два чувства не могут быть вместе в одно и то же время, будучи весьма различными между собою. Радость есть удовлетворение желаний, наслаждение приятным, забвение неприятного. А страх есть преувеличение ожидаемых бедствий и происходит в отчаивающейся совести. Как же можно радоваться со страхом? И не просто со страхом, но и с трепетом, который есть усиленный страх и знак великого беспокойства. Как скажешь, это может быть? Этому научают тебя Серафимы, которые самым делом исполняют такое служение. Они наслаждаются неизреченной славой создателей и созерцают непостижимую красоту. Не говорю, какова она по самому существу своему, потому что она непостижима, незрима, невообразима и нелепо было бы так думать о ней. Но сколько они могут, сколько они в состоянии просвещаться этими лучами? Они постоянно служат вокруг царского престола, пребывают в постоянной радости, в вечном веселье, в непрестанном удовольствии, восхищаясь, ликуя, неумолчно словословие. Стоять перед лицом этой славы и просвещаться происходящим от нее светом – это их радость, восторг, веселье, слава. «Может быть, и вы несколько почувствовали удовольствие, и в вас пробудилось желание этой славы» – 382. «Если вы захотите послушать все увещания и совершать настоящее словословие с благоговением, то и вы не лишитесь этой радости, потому что один и тот же Господь, прославляемый на небесах и на земле. «Исполнишь, – говорит пророк, – небо и землю славы его». Как же Серафима, наслаждаясь такой радостью, соединяет ее со страхом? Послушайте, что говорит пророк. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Почему он сказал «высокий» и прибавил «превознесенный»? Разве недостаточно было словом «высокий» объяснить все и показать превосходство, достоинство? Для чего же он прибавил и «превознесенный»? Для того, чтобы показать непостижимость седалища. Так как у нас слово «высокий» внушает мысль о сравнении чего-нибудь с предметами дольными и низкими, например, горы называются высокими по отношению к равнинам и долинам земли, и небо называется высоким, потому что превышает все земное, а слово «превознесенный» и «возвышенный» относится только к одному непостижимому существу, которого невозможно ни постигнуть, ни изъяснить, то он и сказал «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным». «И что еще видел ты, пророк?» «Что созерцал ты вокруг его?» «И серафимов, — говорит, — стоящих окрест его». «Что делали они и что говорили?» «Какое имели они дерзновение?» «Они не имели, — говорит, — никакого дерзновения, но были исполнены страха и изумления, и самым видом своим показывали неизреченный трепет». «Они двумя крыльями покрывали лица свои, как для ограждения себя от света, исходящего от престола, потому что не могли снести невыносимой славы его, так и для выражения своего благоговения, которое они имели к Господу. Такой радостью они радуются, таким восхищаются весельем, и однако закрывают не только лица, но и ноги свои». «Почему же они делают это?» «Лица они справедливо закрывают по причине страшного зрелища, потому что они не могут взирать на неприступную славу. Но почему закрывают ноги?» «Я желал бы предоставить вам, чтобы вы сами потрудились решить это и пробудились для исследования предметов духовных. Но чтобы, оставив ваш ум занятым таким исследованием, не произвести в вас невнимательности к увещанию, я считаю необходимым самому объяснить это. Почему же они закрывают ноги? Они стараются выразить свое беспредельное благоговение к Создателю, желая показать великое смущение и видом своим, и голосом, и взором, и самым положением. Но так как они таким образом не достигают желаемого и должного, то закрываясь со всех сторон, остальное прикрывают». Поняли ли вы сказанное? Или нужно опять повторять это? Впрочем, для большей ясности постараюсь раскрыть это примерами, случающимися у нас. Кто предстоит земному царю, тот всеми мерами старается выразить перед ним свое великое уважение, чтобы этим снискать себе от него большее благоволение. Он и видом головы, и голосом, и сложением рук, и постановкой ног, и положением всего тела старается показать такое уважение. То же происходит и с теми бесплотными силами. Питая великое благоговение к Создателю, и стараясь во всем выразить его. Но не достигая желаемого, не соответствующего их желанию, они закрывают покрывалом. Потому и говорится, что они закрывают лица и ноги свои. Может быть представлено и другое, более таинственное воззрение касательно этого. Так говорится не потому, чтобы они действительно имели ноги и лица, а не бестелесны, подобно божеству. Надо бы этим показать, что они со всем смирением, со страхом и благоговением служат Господу. Так должно предстоять и нам, принося ему словословие со страхом и трепетом, и как бы созерцая его самого очами ума. Подлинно здесь присутствует сам Он, неописуемый никаким местом, и отмечает голоса всех. Потом высылаем ухвалу сердцем сокрушенным и смиренным, сделаем ее благоприятной и вознесем на небо, как благовонный фемиам. Сердца сокрушенного и смиренного, ты не презришь Божия. Но скажешь, пророк заповедует совершать словословие с восклицанием. Воскликните, говорит Господу, вся земля. И мы запрещаем не такое восклицание, а бессмысленный вопль. Не голос хвалы, а голос бесчинства. Усиленные крики друг перед другом, напрасное и тщетное поднятие рук на воздух. Топание ногами, безобразные непристойные обычаи, которые свойственны занимающимися шутками на зрелищах и ресталищах. Оттуда приносятся к нам эти вредные привычки. Оттуда эти неблагоговейные и простонародные крики. Оттуда непристойные движения рук, ссоры, состязания, беспорядочные нравы. Триста восемьдесят четыре. Действительно, ничто так не производит невнимательности к изречениям Божьим, как восхищение тамошними представлениями. Потому я часто внушал, чтобы никто из приходящих сюда, слушающих божественные учения и причащающихся страшной и таинственной жертвы, не ходил на те зрелища и не смешивал божественных таинств с бесовскими. Но некоторые так обезумели, что, имея даже благоговейный вид и дожив до глубокой седины, все-таки бегут туда, не обращая внимания на наши слова и не стыдясь собственного возраста. И когда мы поставляем им это на вид и убеждаем постыдиться седины и благоговейности, то какой пустой и смешной ответ дают они. Там, говорят, они находятся пример будущей победы и венцов, и мы оттуда получаем весьма великую пользу. Что говоришь ты, человек? Это старая и обманчивая речь. Отчего ты получаешь там пользу? От бесисленных ли ссор и напрасных и бесполезных проклятий, обращающихся во вред говорящим, или от обид, злословий и насмешек, которыми осыпают друг друга зрители этих представлений, но, конечно, не от них. Или извлекаешь пользу из бесчинных криков, бессмысленного вопля, поднимающейся пыли, и людей, толкающихся, теснящихся и лицемерящихся перед женщинами. Но здесь все пророки и учители представляют самого владыку, а владыку ангелов, сидящим на престоле высоком и превознесенном, разделяющим награды и венцы достойным, и назначающим гиенму и огонь недостойным. И сам Господь подтверждает это. Как же ты презираешь то, в чем страх для совести, обличение дел, истязание суда и неизбежность наказания, и между тем для безрассудного оправдания своих зрелищ указываешь на пользу от того, от чего ты терпишь неисправимый вред? Нет, прошу и умоляю, не будем представлять оправданий во грехах. Это предлог и обольщение, причиняющее вред нам самим. Впрочем, довольны об этом. Время уже обратиться к прежнему увещанию и, изложив его кратко, положить приличный конец к слову. Подлинно здесь не только бесчинство, но господствует еще некоторая другая тяжкая болезнь. Какая же именно? Предполагающий беседовать с Богом и возносящий ему словословие, потом оставив его, каждый выбирает соседа и начинает разговаривать о делах, происходящих дома, на торжищах, в народе, на зрелищах, в войске. Как устроено то и как опущено это, что излишне в распоряжениях и чего не достает в них. И вообще разговаривает здесь о всех делах, общественных и частных. Заслужит ли это прощение? Беседующий с земным царем говорит только о том, о чем тот хотел бы слышать и о чем он сам предлагает вопросы. Если же осмелится упомянуть о чем-нибудь другом против его желания, то подвергается тяжкому наказанию. А ты, беседуя с царем царствующий, которому с трепетом служат ангелы, оставив беседу с ним, разговариваешь о грязи, о пыли, о паутине. Таковы ведь настоящие дела. Как ты перенесешь наказание за такое пренебрежение? Кто избавит тебя от этого наказания? Но скажешь, дела и управление находятся в худом положении. Об них мы и говорим много, и беспокоимся много. Какая же причина? Неблагоразумие, скажешь, правителей? Не неблагоразумие правителей, а наша греховность, последствия преступления. Она извратила дела, она привлекла все бедствия, она вооружила врагов, она доставила нам поражение. Ни от чего-нибудь другого постиг нас ряд бедствий, как только от этой причины. Хотя бы правителем нашим был какой-либо Авраам, хотя бы Моисей, хотя бы Давид. Хотя бы мудрейший Соломон, хотя бы праведнейший из всех людей. Но если мы живем худо, это безразлично в отношении к причине зол. Как и каким образом? Если бы он был из числа людей беззаконнейших и поступающих безрассудно и бесчинно, то ведь наше собственное безрассудство и бесчинство произвели такого правителя, наши грехи навлекли на нас такой удар. Получать правителей по сердцу своему значит не что иное, как то, что мы, согрешив наперед, получаем такого и предстоятеля. Будет ли он из лица церковных или из мирского звания? А с другой стороны, хотя бы он был весьма праведен и так праведен, что равнялся бы с добродетелю Моисея, праведность его одного не может покрыть безмерных грехов подчиненных. Это можно ясно видеть в примере самого Моисея, который много страдал за израильтян и усердно молил за них Бога, чтобы наследовали обетованную землю. Но так как они собственными грехами сделали себя недостойными этого обетования, то молитва его не могла изменить праведного определения Божия, по которому весь народ погиб в пустыне. Между тем, кто праведнее Моисея? Или кто имеет более дерзновение пред Богом? Хотя и говорится в Писании, что много может усиленная молитва праведного, но с поспешивством, а то есть с помоществуемой раскаянием и исправлением тех, за кого она возносится. А у кого образ жизни нераскаянный и неисправимый, тем как может она принести помощь, когда они сами препятствуют этому своими делами? 386 Но что мы говорим о том, что так бывает при грехах целого народа, когда грех немногих подчиненных и часто даже одного превышает заслуги справедливых правителей? Это можно видеть также на народе израильском, который под предводительством Моисея, вступив в землю иноплеменников и начав с ними войну, подвергался всеобщему поражению и истреблению, когда некоторые из него прельстились женами тех. А пример того, как это случилось, по поводу одного видим на Ахане, который, утаив красивую одежду из посвященного Богу, навлек гнев Божий на народ. Впрочем, может быть, некоторые из присутствующих не знают этого события, потому нужно кратко сказать о нем, чтобы напомнить знающим и научить незнающих. Этот Ахан был одним из мужей, пришедших через Иордан вместе с Иисусом Новином. С тем Иисусом, который по определению Божию был избран в преемника Моисею и был подобен и прообразом истинного спасителя нашего Иисуса Христа. Как он провел народ израильский через Иордан из пустыни в землю обитованную, так и спаситель наш провел через святое и спасительное крещение из пустыни неведения и долослужения в горний Иерусалим, к матери первородных, где уготованы обители истинного покоя, где безмятежная и мирная жизнь. Таким образом, проведший народ силой повелевшего, он взялся к Иерихону и совершая эту дивную осаду, когда стены готовы были пасть, что говорил он к народу, и будет город этот проклят, и все, что в нем, Господ усил, только ра в блудницу сохраните. Но вы берегитесь от клятвы, чтобы не помыслили и не нарушили клятвы. Все, находящееся в городе, говорит, посвящается Богу, это именно значит проклят, и потому никто пусть не похищает себе из назначенного Господу Богу и не губит нас на земле. Опасна была такая заповедь. Велика строгость повелевшего Бога и предписавшего Иисуса. Как мог быть не нарушен этот закон в таком множестве народа, когда многие обстоятельства располагали к тому? Непостоянство и корыстолюбие народа, или то, что не все слышали от предписанной заповеди, или драгоценность зобычи, служащей как бы приманкою и прельщающей корыстолюбцев, легко могли побудить к нарушению закона. И однако такой закон был дан, и опасность нарушения его висела над головой. Что же потом? Стены пали, и все, что было в городе, досталось в руки осаждавших. Но тогда, как весь народ соблюдал эту заповедь, преступление одного навлекло гнев Божий на весь народ. И прегрешило, говорит Писание, сыны Израилевы, прегрешением великим, и утаили, и взяли из клятвых. Ибо Ахан, сын Хармия, сделал это. И разгневался Господь яростью на сынов Израилевых. Иисус Новин, 7 глава. Согрешивший был один. Как же согрешили сыны Израильские, и разневался Господь на сынов Израилевых. Видишь ли, как грех одного навлек наказание на весь народ. Как бы он восстановил Бога против всего множества их. Как? Итак, когда преступление было совершено, и никто не знал о нем, кроме одного Бога, знающего сокровенное, то наказание должно было последовать, а совершивший преступление, хотя оказалось, скрывался, но с совестью сожигался, как огнем. Наконец наступило время мщения и обнаружения греха. И послал, говорит Писание Иисус, мужей от Ерехона в Гай. И пошли нескольких людей, туда три тысячи мужей. И побежали от лица мужей гайских, и было убито из них тридцать шесть мужей. И прогнали их, и сокрушили их. И ужаснуло сердце людей, и стало как вода. 388. «Посмотри на последствия одного греха. Посмотри на неисцельную рану. Согрешил один, а смерть и ужас поражает весь народ. Что же это, благие Господи? Ты один праведен и праведны суды твои. Ты воздаешь каждому по собственным делам его. Ты сказал, человеколюбец, что каждый умрет за свой грех, и другой вместо одного не будет наказан. Что же значит это твое праведное определение? Все дела твои, Господи, добрые, весьма добрые, и устрояются нам на пользу. Грех, отвечает он, есть некоторая зараза. Потому пусть он будет предан позору через наказание всех, чтобы они, узнав, какой вред произвело одно преступление, избегли вечного наказания за грехи большее. Итак, Иисус, увидев непонятное бегство, разорвал одежды свои, пал на землю и произнес те скорбные слова, которые излагает Божественное Писание. Что же говорит ему Господь? Встань, для чего ты пал? Согрешили люди и переступили завет мой. Поэтому не могут сыны Израиля стать перед лицом врагов своих, если не будет взят нарушивший клятву из вас. Это объявлено народу, преступник указывается Богом и сознается. И отвечал, говорит Писание, а хан Иисусу, и сказал, поистине я согрешил пред Господом Богом Израилевым. Так и так сделал. Видел в плену ризу тонкую, красивую, добрую, и двести дидрахм серебра, и сосуд один золотой, пятьдесят дидрахм вес его, и помыслил, взял это и скрыл в земле в палатке моей. Так он открыл все, когда увидел, что не ложен указавший это, и силен обличивший свидетель. Потом смотри его позорную и страшную смерть. Возвели его, говорит Писание, Иисус, а хора сынов его и дочерей его, в долину и кельцов его, и ослов, и всех овец его, и шатер его, и все имения его, и побили его камнями весь Израиль. Таково наказание за преступление, таков неумолимый суд Божий. Зная это, будем считать наступление скорбей последствием наших грехов, и ежедневно рассматривая свои проступки, будем обвинять в том не других, но самих себя. Не только невнимательность правителей, но гораздо более наши проступки навлекают на нас бедствия. И так каждый приходящий сюда пусть помышляет о собственных грехах, а не обвиняет других. И таким образом, с надлежащим благочинием пусть возносит настоящее словословие. А требуемое мы от нас благочиние состоит в том, чтобы, во-первых, приступать к Богу, сердцем сокрушенным. Потом выражать такое расположение сердца и внешним видом, стоянием, благопристойным положением рук, кротким и сдержанным голосом. Это легко и возможно для всякого желающего. Как же это может быть исполнено всеми? Поставим для себя законом и скажем, предписана общеполезная заповедь, и все мы должны участвовать в этой пользе. Потому прекратим беспорядочные вопли и исправим положение рук, слагая их при возношении к Богу, а не поднимая непристойными движениями. Этого не любит и отвращается Бог, как Он любит и приемлет человека кроткого. На кого, возрю, говорит Он, только на кроткого, молчаливого и трепещущего пред словом Моим. Скажем друг другу, Бог не хочет, чтобы мы беседовали с Ним и вместе разговаривали между собою. Чтобы, оставив беседу с Ним, вели разговор о предметах настоящих и грязью оскверняли жемчужины. Он считает это обидой для себя, а не словословием. Если же кто станет нарушать эту заповедь, то мы будем заграждать Ему уста, преследовать Его, как врага нашего спасения, и выгонять Его вон из-за грады Святой Церкви. Поступая таким образом, мы легко загладим прежние грехи свои, и Сам Господь будет ликовать среди нас со святыми ангелами и раздавать каждому венцы за благочиние. 389, том 6. Он, человеколюбив и щедр, и радуется нашему спасению. Потому, услождаясь нашими добрыми делами, Он обещал Царство Небесное и участие в жизни вечной. И уготовил все блага, желая, чтобы мы наследовали их, чего, да сподобимся всем и благодати, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу подобает слава, держава, честь и поклонение, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.